Ребят, всем доброе утро, с вами Ной. Вот прям с самого утра, с пылу с жару, мои зрители и заодно еще участники моей гильдии прислали мне такую новость. Mail.ru Group откроет площадку для покупки и продажи игровых предметов. Игровое направление Mail.ru Group сообщило о тестовом запуске площадки LootDog. Первый в России официальной биржи для покупки и продажи предметов и других цифровых товаров в онлайн-играх с возможностью вывода денег. Очень, очень прекрасно, просто замечательно, давайте почитаем. В настоящее время система действует в отношении некоторых игр Mail.ru Group. В перспективе в платформу будет интегрирован специальный программный интерфейс API, через который подключить к площадке свою игру может любой разработчик. Новый Marketplace позволит пользователям по всему миру быстро и удобно совершать сделки с внутриигровыми товарами, а также покупать ключи, пин-коды и прочее. Более того, это первая площадка, где игроки могут вывести средства на свои банковские карты. Каждая транзакция, совершенная через LootDog, защищена сервисами антифрода. Антифрод, ребята, это, короче, такая система, которая предотвращает кражи, ну, типе фишинга, да, такого, короче, с вашей банковской карты. Защищает микротранзакции, грубо говоря. А сама система разработана таким образом, что процессы внутри нее максимально безопасны. Все пользователи биржи проходят процесс идентификации, а сами предметы верифицируются системой. Поэтому покупатель еще до сделки может проверить, корректно ли описание выставленного на биржу товара. Ну, здесь давайте какие-нибудь кейсы захуячим из Warface, так что с почкой вместе. Тут вот почка, а тут кейс. Для просмотра и поиска предметов на LootDog регистрации не требуется. На сайте доступна информация о товарах и характеристиках, стоимости, статистике продаж и так далее. Для поиска интересующего предмета или игры достаточно ввести название в поисковую строку, либо воспользоваться фильтром. Игроки по всему... Нет, это надо так читать. Игроки по всему миру ежедневно совершают неофициальные сделки по покупке и продаже внутриигровых предметов. При этом каждая такая сделка несет пользователю определенные риски, которые... Ну, вот здесь вот можно вот это все вырезать, короче. Здесь ставим многоточие. Давайте переводить на... Да, блядь, это действительно то, о чем я мечтаю с утра. Давайте переводить все это на русский язык. Короче говоря, Mail.ru не устраивает, что бабло, очень большое количество бабла утекает через их... Как вам сказать, конкурентов типа фанпэй, сайт, да, и голдселлеров, по-русски говоря. Они сказали, все, стоп, утекание у бабла. Мало того, что мы просто по самому ищи монетизировали все свои игры. Мы теперь еще придумали площадку так, чтобы вы все делали вот на этой площадке. То есть, чтобы даже там дополнительная копейка, дополнительные 10% тоже проходили через нас. Какие тут плюсы? Ну, плюсы в том, что Mail.ru, раз уж заморочились каким-то баблом, то, конечно, будьте уверены, что они по-баблинскому здесь все сделают очень хорошо. Какие минусы? Ну, минусы в том, что это Mail.ru. И я не знаю, ребят, какие будут цены, да. Ну, откуда мы можем знать, какая у них там экономика будет. Будут ли цены, допустим, конкурировать с магазинами голдселлеров. Если будут, блин, ребят, честно, если даже хоть на рубль сраный будет дешевле где-то, я куплю там, где на рубль дешевле, просто чтобы не подержать вот это. То есть, я понимаю, они бы сделали вот такую вот систему и ослабили донат, ослабили монетизацию в играх, да. Ну, то есть, как-то компенсировали. Сказали, ребят, мы понимаем, что что-то дороговато, мы вам делаем внутри вот эту вот всю фигню. Но взамен ослабим чуть-чуть монетизацию, как бы уберем немножко вот эти рамки. Но я вас уверяю, этого ничего не будет. Поэтому Mail.ru я не поддерживаю. С вами был Иной. Свежие позитивные новости, позитивные каналы новые с самого утра. Ставим лайки, подписываемся на канал. И отличного вам настроения, хорошего дня. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...